Восемь вечера в Украине на интере подробности, каким был этот день, узнаем от наших корреспондентов. Судья Наталья Белышева, смотрите в выпуске. Выбор без выбора. Псевдовыборы на оккупированных территориях. Перекривался так, повтори, как поражение цели. Журналисты под градами. Хуизмистер Ходорковский. Запад ищет семь отличий. Нашел ли? Незаконные выборы на нашей территории с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Не признаются ни украинской властью, ни мировым сообществом, но завтра их собираются провести. Ситуация напряженная. Подробнее Алексей Пшемысский. Выборы под дулами автоматов. Нарушение всех договоренностей и законов. Террористы завтра собираются избрать глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а заодно и депутатов Народных Советов. Российские СМИ уже показывают очереди к избирательным участкам. Якобы голосование активно проходит и в интернете. Но люди говорят совсем другое. Единственные, кто пойдет на эти выборы, это члены семей ДНРовцев и какие-то совсем уж люди, которые зазомбированы телевидением российским. Вводится всеобщая воинская мобилизация, независимо от того, проголосовал ты на выборах или нет. В связи с этим понятно, что даже простой поход в магазин может закончиться службой в армии. Не говоря уже о выезде с территории ДНР, когда на блокпосту просто тебя могут не выпустить. Просто не понравился цвет глаз и остался воевать. На выборах будут выдавать какие-то социальные карты. Благодаря этой карте можно получать зарплату или бесплатное обслуживание будет в больницах. Принудительно заставляют людей идти туда. Получается, кто не пойдет, у него не будет этой карты. И тот не сможет вызвать скорую помощь или еще что-то. Киев не признает результаты псевдоголосования. Еще раньше президент Порошенко заявил, уверен, их не признает и весь цивилизованный мир. Тем временем в СБУ говорят о возможных провокациях. Мы спостерегаем увеличение активности боевиков и российских подразделений. На технику наносятся написы и маркувание Нацгвардии и Збройных сил Украины. Боевики перевдяются в униформы украинских военных. Банформирование уже замовили и пошили. Больше 5000 одиниц форменного обмандирования бойцов Национальной гвардии Украины. Где режиссируют завтрашний избирательный фарс, не вызывает сомнения ни у кого. Политологи не исключают. После псевдоголосования Россия может активизировать боевые действия на Донбассе. Мы можем ожидать усиления провокаций, либо же попыток России пробиться запутный коридор на Крым. Еще менее утешительный прогнозы губернатора Луганской области Геннадия Москаля. Он уверен, в Кремле для Донбасса готовят сценарий Приднестровья. И где створение Национального банка? И где спечатается в них своя валюта? Ну так где эти наши разведывательные органы? Где это все? Ну почему мы это... Люди нам приходят, это рассказывают. Мы говорим в Киев, Киев говорят, что вы там паникуете? А где кто говорит, что Москаля галлюцинации? Ну подивимся, прапор это галлюцинация? Гимн это галлюцинация? Выборы в неделю это тоже галлюцинация? А сливают ли Донбасс, спрашивают и те, кто сейчас на передовой. Станет ли Восток разменной монетой и какова цена вопроса? Российский газ или что-то еще? Ответы мы узнаем в ближайшее время. Алексей Пшемыски, подробности, телеканал Интер. Трое моих коллег постоянно находятся в разных точках Донбасса, для того, чтобы мы могли знать, что на самом деле там происходит. Руслан Смещук с нами на связи. Руслан, здравствуй, где ты был сегодня, что видел, расскажи нам. Наталья, ну вот за прошедшие сутки ситуация в зоне проведения антитеррористической ситуации обострилась. Наиболее горячей точкой остается зона боевых действий под Лисичанском. Там сегодня вновь позиции силовиков обстреливались из тяжелого вооружения. Увы, есть раненые и убитые. Также достаточно горячо было под Дебальцевой горловкой. Другая точка на поражение – это национальный пункт Майорск. Самые там сегодня боевики обстрелили наши позиции из озброяне танков. Они вывели танк напрямую наводку. Трое украинские конструкции вызнали поранить. Вот сегодня мы побывали в поселке Новотошковка. Это примерно в 20 километрах от Лисичанска. На днях по населенному пункту ударили грады. Вот люди там напуганы. Не все осмеливаются общаться с журналистами. Вот часть людей в случившемся винит силовиков. А другая часть жителей говорит, что ракеты били с территории полностью подконтрольных ЛНР. С территории полностью подконтрольным ЛНРовцам. Вот били, похоже, по армейским позициям, расположенным поблизости. Но ракеты упали прямо на городских улицах. Вот одна из ракет попала в пятиэтажку. Фрагменты снаряда до сих пор торчат в стене. Кортечью и взрывной волной повыбивала в этом дворе все окна. Также зацепила школу. Причем вот в это время в школе на занятиях были дети. И вот только чудом ни учеников, ни жителей, которые находились во дворе в момент ракетного удара, вот никого из них не зацепило осколками. Вон звук произошел. И вот тут я на Лавицке сидел. Куда мне прятать это? Ну, пронесло. Если бы дети были вот тут на улице, то трупом было море. Это счастье от Бога, что дети были в школе. Ну, вот так сейчас на данный момент там живут люди. Вот особенно тяжело тем, кому некому бежать, кому некуда бежать. Им нужно срочно отремонтировать разрушенные квартиры, дома. Ведь зима близко. Вот, Наталья, это все, что я вам могу сообщить сейчас на данный момент. Спасибо тебе, Руслан. С нами на связи был Руслан Смещук. И еще один наш журналист находится в зоне боевых действий. Это Вениамин Трубачев. Видеосвязи с ним нет. И мобильная связь, если честно говорить, очень плохая. Но мы попробуем. Веня, ты меня слышишь? Вень, слышишь меня? Есть у тебя какая-то информация свежая? Где ты сейчас находишься? Буквально час назад произошел обмен пленными. Террористы освободили 25 украинских военных. В обмен только же боевиков и их пособников вернулись на оккупированной территории. Все это происходило вблизи города Ясиноватая, в буферной зоне. Освобожденные украинские военные говорят, что отношение к ним было относительно нормальным. Там переговорщики же с украинской стороны добавляют, что это был один из самых сложных обменов, потому что боевики несколько раз меняли списки пленных. И также террористы сейчас отказываются отпускать аффикцеров и бойцов добровольческих батальонов. Подробнее о том, как проходил обмен, я расскажу уже в завтрашнем утреннем выпуске. Наталья? Спасибо, Вениамин Трубачев, о том, как меняют пленных пригород Мариуполя под огнем градов сегодня. Под обстрел попала и наша съемочная группа. Людмила Горбач у нас в эфире. Люда, расскажи подробнее, что с вами произошло. Наташа, в самом городе все спокойно. А вот вблизи Мариуполя украинских военных сегодня боевики обстреливали 7 раз. Из стрелкового оружия, минометов, изградов. Ночью было тихо. Все началось около 7 часов утра. Первый обстрел наших позиций был недалеко от поселка Павлополь. Там 18-й батальон территориальной обороны. Была целая артиллерийская дуэль. Наши бойцы дали ответ после очередной атаки. Уничтожили одну бронемашину террористов. Лишь так, в буквальном смысле, отогнали противника от себя подальше. Обстреливали наших и на других огневых позициях, недалеко от Гнутова и Чермалыка. Военные все целы, техника тоже. Под обстрел попали и мы, когда снимали этот материал. Как все было, посмотрите, пожалуйста, в нашем сюжете. Перекресток, повтори, как поражение цели. Тут обычно спят не больше 4-х, а теперь тут 30, но в тесноте не под снарядами. Так накрыли, что это самое. Ну ничего, я кусок сала нес, я его не выбросил. Я же знаю, что сало это ж опиум. Ну а что, если я не покушал бы, я вообще бегать бы не смогу. Пора, пора, ответочка пришла. Все нормально, мы... О, пошло. Это реально что-то. Без улыбки никак, почти все одесситы. Моряк. Моряк. Таксист. Педагог. Повар. Есть, вот, медик. До призыва работал на тракторе, да. А потом 4 раза пытался пойти в армию, еле попал. Сейчас у меня это самое, шайтан труба. СП. Убийца танков. Сколько времени сидели в блиндаже, никто не знает. Залпы затихли, все остались целы. Гильза, слушай, иди сюда. Гильзочка. Рада, пережила. Маха. Что, все хорошо будет? Все будет хорошо, правда? Молодцы. Теперь можно и осмотреться. Вот стирку потрепала. Я тут сделала белье. Прошила. Ну, тогда это осколк, мы все бьются. Вот. Прошила. А что тут за носы? Это вот носы? Это что, Родина нам выдала, вот хайнос. Наша машина стояла в стороне, но все равно колесо пробило осколком. Это вы еще легко отделали. У наших коллег теперь дыра в двери. А вот это летало над нашими головами. 20 минут назад боевики обстрелили наши позиции. Ответ боевикам. Украинские танкисты на позиции. Иначе не отстанут, говорят танкисты. Попали. У противника минус одна бронемашина. С родными эти ребята не виделись месяцами. И знают точно. Сегодня дома смотрит телевизор. Мама, со мной все нормально. Я надеюсь, что вернусь домой живой с дорогой. Передаем привет нашим родным, близким. Всем, которые нас ждут. Не волнуйтесь, вернемся все в живые. Обещаю. Мы вас любим крепко и обнимаем. Людмила Горбач, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. День тишины террористы отменили. В оккупированных городах люди стараются не выходить из дома. Как прошел этот день? Послушайте жителей Донецка и Луганска. Но, судя по всему, к вечеру опять это все возобновится. В районе счастья стрелы почти не прекращаются. Действует режим такой. То есть до 12-2 часов еще идет торговля. До 3-х часов, в принципе, еще до 5-ти максимум можно гулять. А потом начинается комендантский час. Если ты после 10-ти часов попадаешь, допустим, в руки до взору, тебя забирают либо окопы рыть, либо трупы мыть. Есть отдельные, допустим, личности, которые поддерживают ту же политику ИОНР и ДНР, но это те люди, которые раньше, допустим, ну, можно сказать, не работали, не знали, как им, где пробиться. Им только подсветили такой шанс. Обычные мирные граждане, у которых раньше был свой бизнес, у которых, допустим, ну, даже те же льготники, там, бюджетники, они не хотят сейчас вот этой власти. Уран, откаты, Вашингтон, Москва. Обогатится ли Америка таким понятием, как откат? Откат. Кого арестовали, за что и сколько этому менеджеру светят в американской тюрьме? Все подробности у Дмитрия Еловского, он в Вашингтоне. Откаты. Это новое для американцев слово может теперь запросто появиться в лексиконе местного правосудия. Благодаря топ-менеджеру дочки Росатома по имени Вадим Микерин. Его поездка в Америку, возможно, закончится 20-ю годами тюрьмы. Микерином, а он, напомню, сглавляет компанию «Тенам», подозревают в получении взяток в обмен на контракты по транспортировке урана. Сдержали менеджера еще в среду, но информацию эту обнародовали только сегодня. Вместе с Микерином полиция взяла и его американских подельников, супругов Дарны и Кэрол Кондри, а также предпринимателя по имени Борис Рубежевский. Серые схемы, которые они отрабатывали с россиянами аж с 96-го года, уже довольно давно интересуют местные правоохранительные органы. Транспортировка урана вообще довольно редкий вид бизнеса, игроков на этом поле явно мало. И вот супруги Кондри заплатили взятку Микерину, чтобы без конкурса получать контракты от российского техснап-экспорта. Сумма 2 миллиона долларов. С 2011 года в схеме фигурирует и посредник Рубежевский. Вот Миньюст Америки заявил, что откаты оформлялись в виде платы за какие-то консультации. Российское посольство, конечно, уже бьет тревогу. Дипломаты жалуются, что никак не могут, не получается просто встретиться с Микерином. Для него, надо сказать, контракты с Америкой это вообще основная работа. Известно, что было всего 19 договоров, заключенных-то нам с 12 американскими энергокомпаниями. Общая сумма, ни много ни мало, почти 6 миллиардов долларов. Когда Америка применила станции против России, эти соглашения не пострадали, в отличие от многих других контрактов. Теперь американские органы стали тщательнее проверять все сделки россиян. Так что, возможно, в ближайшее время вскроются и другие коррупционные скандалы. Рослатом уже заявил, что дело определенно политическое. И теперь, конечно, старают ожидать ответа российской стороны. Нитра Ивловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Флэшмоб по-московски. Толпы людей протестуют перед закрытым Макдональдсом. Они хотят вернуть гамбургеры в свою жизнь. А вот куда направились те, для кого фастфуд не актуален, узнаем у Данила Русакова. Он в Москве. Выставку, восхваляющую руководителя, открыли всего на один день. Тема карикатурных работ везде одинаковая. Какой хороший Путин и какие плохие остальные все. Вот рисунок, посвященный санкциям. Некоторые здесь усмотрели намек на эротику. А это композиция, опровергающая миф о взятии Крыма без единого выстрела. Зелёный человечек откровенно целится. Причём прямо в зрителя. Надпись над его головой. Отсылка Тарасу Бульби. Причём здесь ляхи автор как-то, правда, не уточнил. Впрочем, нетребовательная и малочисленная публика особо и не спрашивала. Я не рисую свои какие-то мысли. Я рисую то, что транслируется. Тема Украины, конечно, получила развитие. Мнение радикально настроенных сторонников главы государства об аналогиях Сирии не обошла стороной мероприятия тоже. Некоторые обратили внимание на вот этот пазл. Страны таможенного союза собраны тоже в очень интересной конфигурации. Молодая гвардия вообще любит делать экспозиции на злобу дня. Но, как показывает практика, их запал прямо противоположен тем результатам, которые получаются в будущем. За полгода до освобождения Ходорковского пропутинская молодёжь вовсю развлекалась у стен Следственного комитета. Сделали экспозицию, посвящённую грядущей долгой отсидке экс-главы ЮКОСа. А потом всё резко изменилось. Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер. Хой из мистер Ходорковский. Чем он отличается от Путина и отличается ли? Запад задумывается над своими ставками. Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Альтернатива для России и противоположность Путину так на Западе видят Михаила Ходорковского. Он умён и богат, был личным врагом хозяина Кремля, за что 10 лет отсидел в лагерях. Когда-то олигарх, нынче общественный деятель. Его любят журналисты за загадочный образ и фирменную улыбку, печальную и немного ироничную. А вот мои коллеги из газеты Девельт задались вопросом. Насколько Ходорковский действительно отличается от Путина? То, что во внутренней политике он сторонник демократических преобразований, они не сомневаются. А вот какой была бы внешняя, что куда более важно для Запада? Журналисты собрали высказывания Ходорковского из различных интервью. И вот что получилось. Признаётся он русский националист. Не согласился бы на отделение Северного Кавказа и тоже начал бы военную кампанию. В украинском вопросе тоже не всё понятно. Ходорковский резко критикует Путина, но он вместе с тем говорит, проблему Крыма решить сложно, так как полуостров имеет для России сакральное значение. Всё это не совсем вяжется с тем образом, который создали на Западе. И европейцы могут ошибиться в ставках. А они их делают. И уже не первый день. Татьяна Лунаев, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Киевский кинотеатр «Жовтань» подожгли студент и безработные. Они уже признались и дали показания. Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. В их комнате, в общежитии нашли три гранаты. Обо всём этом в Фейсбуке написал министр внутренних дел Арсен Аваков. Задержанных ждёт арест, но следствие продолжается. Милиция ищет заказчиков этого преступления. 24 тысячи гектаров леса. Гигантская территория под Киевом. Это много или мало, чтобы поохотиться, порыбачить, выложив за удовольствие кругленькую сумму хозяину угодий. Кто он и откуда в его распоряжении взялись? Такие просторы Елена Механик. Подробнее. Вот такие таблички, где чёрным по белому указано, кто тут хозяин, расставлены на 24 тысячах гектаров в Киевской области. Частный клуб «Кречет» взял этот лес во временное пользование на 30 лет. Прежний хозяин, Леоновское охотничье хозяйство Киевсовета, два года назад отказалось от своих владений. Добровольно. Главный герой этой истории некий господин Тищенко. Он же основатель клуба «Кречет», он же на тот момент депутат Киевсовета, он же руководитель столичной городской организации Украинского общества охотников и рыболовов. Именно в эту организацию и входило охотхозяйство, у которого клуб Тищенко унаследовал угодья под Киевом. О самом Викторе Тищенко известно ещё, что он до сих пор входит в правление благотворительного фонда, принадлежащего экс-главе Киевсовета Владимиру Бондаренко. Но тот утверждает, о земельной многоходовке партнёра ему неизвестно. Виктор Иванович мой знакомый, так я его знаю давно. Мы когда-то работали разом, но никакого отношения к его угоревских справ. Мы сказали, что нет, нет, нет и мать не хочет, потому что я противник полюваниям. В маленькой Леоновке соседству с большим частным лесным хозяйством не рады. Они там в шлюзе воду держат, чтобы рыба не уходила. Короче, это наша головная боль. Тут стояла полностью весной вода, вот в таком заливе весь город был. И мы туда подъехали с депутатом. Да они сказали, что много открыть не можем шлюзов. Для убедительности Елена показывает свой огород. Говорит, что уцелела от воды, то доели дикие кабаны. Местные сокрушаются, когда угодья были государственными. Можно было хоть кому-то пожаловаться. Теперь управы никакой. От Леоновки до владения частного охотничьего клуба рукой подать. Напрямую километр. Тут до сих пор сохранилась старая табличка прежнего хозяина. А вот расценки на охоту новые на сайте Кречета. К примеру, пойти на лося развлечение не из дешевых. 20 тысяч гривен. На оленя 15. Особенности национальной рыбалки за колючей проволокой тоже для платеж способных клиентов. Пообщаться с директором клуба нам удалось только по телефону и только пару минут. Он пообещал ответить на все вопросы, но не сегодня. Давайте, может, в растре, если там в понедельник, потому что, ну, это, видите, такая ситуация. На все наши вопросы пообещали дать ответы и в прокуратуре Киевской области. Елена Механик, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Министр спал, проснулся перед выборами, вспомнил о реформах и побежал жаловаться. Кому и на кого. Смотрите нас дальше. Впереди вертолётоносца. За что уволен отец Мистрали и в Дестефани. Замороженные яйцеклетки как бонус для трудоголиков. Бабушки в стиле ню. Предвыборная показуха по-британски. С 1 ноября вступают в силу некоторые пункты соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Они станут основой для проведения реформ в нашей стране, считает Давид Стулик, пресс-атташе представительства ЕС в Украине. Сегодня он с семьёй пришёл на европейское чаепитие в столичный парк Шевченко. Мероприятие организовали украинские журналисты и активисты Евромайдана. Символично Давид Стулик передал пас Украине. Порошенко не приховывал, когда балетировался на постпрезидента, что его следующий месяц будет депутатом Европейского парламента от Украины. Это означает, что другого выбора, ниже имплементовать угоду про ассоциации у него нет. И на своём месте, на котором я буду працювати, заниматься тем, чтобы в Украине было больше прозорности, больше демократии и меньше влияние олігархии на украинскую политику. На практике это означает, что мы сейчас имеем юридическую основу для проведения этих так называемых вимрияных европейских стандартов, боротьбу с коррупцией, боротьба против шахрайства, судовая реформа. Всего несколько сотых процентов протоколов осталось обработать Центр избиркому. По сравнению со вчерашним днём цифры практически не изменились. У Народного фронта по данным на 7 часов вечера 22,1%, у блока Петра Порошенко 21,8% голосов, а значит разница всего лишь в 0,3%. Самопомощь набирает 10,9%, у оппозиционного блока 9,4%. Радикальная партия получает 7,4% и замыкает шестёрку тех, кто проходит в Раду Батькивщина 5,6%. На прямой связи с нами СЦИК Валентина Левицкая. Валя, а какие прогнозы? Когда завершится обработка данных? Наталья, Центр избиркому осталось принять протоколы всего лишь от пяти окружных избирательных комиссий. Но если вот те комиссии, которые приезжали в первые дни, это как правило округа, где выборы проходили достаточно спокойно и гладко, то вот сейчас комиссии приезжают и рассказывают такие истории, что впору детектив писать. О случаях и фактах, о попытке многочисленных нарушений и фальсификации сегодня рассказал представитель оппозиционного блока Нестор Шуфрич, который специально приехал на заседание Центральной избирательной комиссии. Он назвал пять проблемных округов. Это 50-й, 59-й, 60-й в Донецкой области и 37-й, 38-й в Днепропетровской области. Из названных округов самый вопиющий случай произошел в 59-м округе. Это с Центром в Великой Новоселовке и Курахово. Там позавчера девять членов окружной избирательной комиссии просто скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой печати и практически всю избирательную документацию. Правда, двое из них сегодня появились в Киеве, приехали в Центр избирком и привезли часть документов. Однако ЦИК уже лишил полномочий всех девятерых бедлецов, и теперь ими будут заниматься правоохранительные органы. А политические силы теперь должны назначить новых представителей в окружную избирательную комиссию, чтобы каким-то образом завершить... ...в этом округе. Глава Центр избиркома Михаил Хендовский заявил, что каждый подобный случай будет детально исследован и не только Центр избиркома, но и правоохранительными органами. Предлагаю послушать его комментарий. А в электронном виде осталось подсчитать всего лишь 0,08% голосов и расстановка сил по-прежнему остается неизменной. Наталья. Спасибо, Валентина Левицкая, о сегодняшней работе Центральной избирательной комиссии. И вот что говорят в оппозиционном блоке относительно фальсификации результатов на некоторых участках. У нас никогда в истории независимой Украины не было случаев, когда на избирательные участки заходят вооруженные люди и под дулом автомата или заставляют членов избирательных комиссий переписывать протоколы или забрасывают готовые, заранее изготовленные бюллетени с отметками по поводу нужных партий или кандидатов на этих избирательных участках. Это очень опасный прецедент. Власть, не обеспечив законного подсчета выборов, результата выборов, уже начала делить портфели. Идет реализация рейдерских схем, которые откатаны на захватах промышленных предприятий, но впервые применяются в политике. Это первые выборы президентства Порошенко. За этим внимательно смотрит и весь мир. Это не политическая борьба. Фальсифицируют выборы не наши политические оппоненты, а фальсифицируют выборы преступники, которые просто пытаются прикрыться демократией, как фиговым листком, но на самом деле подставляют и Украину, и президента. В Днепропетровском окружном админсуде начали рассмотрение иска кандидатов народной депутаты по 37-му избирательному округу Андрея Попучи. Он набрал всего лишь 4%, но требует провести пересчет голосов по округу. Якобы его наблюдатели зафиксировали несостыковки в экземплярах протоколов одних и тех же избирательных комиссий. В окружкоме утверждают, эти неточности не влияют на результаты выборов, согласно которым победу одержал Дмитрий Шпенов, но, по мнению судьи, предоставленных документов было недостаточно, и заседание суда перенесли на завтра. Интрига с премьер-министром закончилась, а вот что ждет остальных членов правительства? В Министерстве молодежи и спорта Дмитрий Булатов надеется остаться в своем кресле и уже начал оправдывать провал реформ. Были ли реформы? Что происходит в этом королевстве, подробнее Ольга Рыцарь. Еще за несколько дней до выборов главный спортсмен страны Дмитрий Булатов начал проявлять активность на посту министра. Нет, ни реформы проводить, ими и не пахнет. Стал искать врагов в ближайшем окружении. Министр публично обвинил во лжи своего зама. Нина Уманиц якобы втайне от него написала письмо спортивным сообществам о закрытии многих ЮС США и возможном увольнении сотрудников. Булатов же утверждает, это не закрытие спортшкол, о преобразовании. Очень похоже на одиозные пенсионные и медицинские реформы, в которых меньше всего и было реформ. Чтобы прикрыть себя, Булатов попросил премьера провести расследование и уволить Уманиц. Сама она после скандала в больнице. Не было ничего тайного. И, ну, я не знаю, возможно, кто-то высказал суммы относительно реформы. Не знаю, чем он керувался. Ну, я абсолютно ничего не маю против реформы. Но реформа должна быть продумана. И в связи с тем, что еще до моего листа шквал листов пошел, как на Верховную Раду, так и на Кабинет Министров, и до самого Дмитра Сергеевича. Какие реформы Булатов проводит и как вызвало подозрения и у общественного совета при Министерстве. Говорят, глава ведомства ни разу не собрал коллегию. К тому же, организация молодежных спортивных проектов им показалась абсолютно непрозрачной. Если нет жесткого облика, кто что отримал, какие призы, где полиграфия размещается, можно списывать сотни тысяч и спокойно себя почувствовать. Министр одноособово керувал Министерством. Первый заместитель министра Андрей Вишняк говорит, реформа спорта не готова. Даже обсуждать нечего. Это долгий час. Это не делается за один день. Поэтому тот страх, который есть у некоторых представителей, страх, который вызван тем, что они не знают, как оно будет происходить, а изменения часто людей лякают. То мы с этими вопросами работаем. Министр Булатов нам по телефону пообещал, скоро представят все подробности спортивных преобразований. Впрочем, элита украинского спорта сегодня написала открытое письмо президенту и премьеру, встав на защиту заместителя министра Нины Уманец. А вот что за реформа проводит Булатов и реформы ли это вообще, не знает никто. И как явствует, не знает и сам министр. Ольга Рыцарь, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Франция, Мистрали, радость Рогозина и его же разочарование. Вертолетоносец не поставят в Россию пока. Кого уволили за то, что решил поплыть впереди Мистрали, так пока и не доплывших до российских берегов? Подробнее София Гордиенко, она в Париже. В мирные времена этот проект мог бы быть поводом для гордости и не зря еще год назад Ивде Стефани, шеф проекта, любовно рассказывал и показывал, что может Мистраль. Это один из двух кораблей-вертолетоносцев, которые изготовят для флота России. Он специально адаптирован к российским погодным условиям и специфике. Но не сложилось. Как стало известно, Ива Де Стефани уволили и все из-за того, что поторопился с раздачей кораблей. Отправил в Москву письмо с приглашением 14 ноября принять участие в торжественной отправке первого из двух вертолетоносцев в Россию. А от президента страны отмашки-то не поступало. За свои нравия менеджер и лишился работы. Что ожидает сами Мистрали до сих пор предсказать сложно. Франция и мечтала бы от них избавиться. Но тогда шум во всем мире поднимется такой, что правительству и президенту мало не покажется. Вот французы и выжидают. Согласно официальной версии, ждут стабилизации ситуации в Украине. И судя по тому, что происходит на Востоке, ждать еще придется немало. София Горденко, Василий Трешковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Троену Бесеску осталось недолго быть президентом Румынии. Два срока позади. Выборы на носу. И тут он вдруг заявляет, что меняет гражданство. Чьим подданным он хочет стать и что за этим стоит? Подробнее Кирилл Евсеев. Прощальный шаг Трояна Бесеску. Президент Румынии примет гражданство Молдовы, но не сейчас, а после окончания срока своих полномочий. Уверен, это поспособствует объединению двух стран. Когда жители будут готовы. Кстати, завтра в Румынии пройдут президентские выборы. Бесеску уже не баллотируется. Занимал этот пост 10 лет. То есть два срока. Наиболее вероятный следующий президент, а ныне премьер, Виктор Понта. Он тоже поддерживает слияние двух стран и надеется, что это произойдет в 2018. Секрет такой общей позиции непримиримых конкурентов просто игра на желаниях избирателей. Социологи подсчитали, 70% румын поддерживают такую идею. Проблема лишь в позиции тех, кто живет по другую сторону. Реки пруд в Молдове только 30% жителей за объединение с Румынией. Откровенно побаиваются такого сценария крупные молдавские бизнесмены. Они не желают делить рынок с румынскими конкурентами. Слияние приведет и к ликвидации многих государственных должностей в Молдове. Политики, понятно, к этому не готовы. Насильно мил не будешь, говорят в Молдове, но предпочитают на всякий случай отмалчиваться на эту тему, чтобы не портить отношения с любвеобильным соседом. А вдруг действительно через три года придется жить в одной общей стране? Кирилл Исеев, Павел Лысенко, Центральное Европейское бюро, телеканал Интер. Замороженные яйцеклетки для любителей задержаться на работе, полетят ли в космос Джилина Джили и Леди Гага и семилетний водитель на дорогах Израиля. Об этом и не только в нашем обзоре. Российские истребители атакуют. Сразу две страны, Великобритания и Португалия, выдворили из своего воздушного пространства военные самолеты. Британцы подняли по тревоге тайфуны португальцы F-16. Причем совершили операцию недалеко от аэропорта Лиссабона, где обычно на посадку заходят коммерческие рейсы. Там идентифицировали два российских Ту-95. Это не первый инцидент подобного рода, когда речь идет о российской авиации НАТО держит ухо востро. Наших девочек не спасут. Хэштег. Нигерийские боевики из Бока-Харам давно выдали замуж похищенных школьниц и не собираются возвращать заложниц. Об этом заявил лидер группировки в ответ на сообщения властей о том, что с террористами заключили перемирие и скоро вернут детей домой. 276 подростков были похищены просто из школы. Некоторые сбежали. Сейчас плену у Бока-Харам 219 девочек, которых, по всей видимости, похитители регулярно насилуют. Работайте на нас и мы заморозим ваши яйцеклетки. Женщинам-трудоголикам продлевают детородный возраст за счет работодателя. Крупные фирмы по всему миру предлагают сотрудницам оплатить дорогостоящую процедуру, лишь бы те не уходили в декрет. Среди них такие гиганты, как Эппл и Фейсбук. Все якобы во благо женщин, чтобы предоставить им равные возможности с коллегами-мужчинами. Дорожная полиция Израиля бдит. От зоркого ока стражей порядка не укрылся малолетний водитель, который самостоятельно вел автомобиль на трассе. Мальчик 7 лет находился за рулем машины, в котором сидели его братья. 3 и 4 лет. Из дома ребята уехали самостоятельно. Да так, что никто и взрослым не заметил. Именно взрослым придется теперь отвечать за детские шалости. Неопознанный летающий объект возле международной космической станции зафиксировали видеокамеры. На видео четко видно сферическое светящееся тело, которое то висит в воздухе, то медленно движется. Это не первое НЛО, которое обнаруживают на околоземной орбите, хотя интересуются летающими тарелками больше любители паранормальных явлений, чем ученые. Частные космические полеты в космос под угрозой после второй за неделю аварии. В США во время испытаний разбился коммерческий звездолет SpaceShipTwo. Погиб пилот, второй серьезно ранен. Основатель компании космического туризма миллиардер Ричард Брэнсон срочно вылетел на место катастрофы. Несмотря на такое фиаско, голливудские звезды не спешат избавляться от билетов на коммерческий космический полет. Слетать на орбиту планируют актриса Анжелина Джоли, певица Леди Гага и Кэти Перри. В Великобритании политики вовсю готовятся к парламентским выборам. Пиар плохим не бывает, но бывает с последствиями. С подробностями Светлана Чернецкая из Лондона. Лидер британских лейбористов опять оконфузился. Еще свежи воспоминания о том, как и от Миллибент, пытаясь стать ближе к обычным людям, поедал сэндвич с беконом. Это фото облетело всемирную сеть. И вот опять обычный, казалось бы, человечный поступок сделал его посмешищем. Дело было так. Главный Лейборис направлялся на конференцию в Манчестере. Уже прошел мимо нищей, но завидев фотографов, попятился назад и все-таки подал милостыню. Но оказалось, что щедрость претендента на кресло премьера ограничивается двумя пенсами. Тогда как самый простой бургер из фастфуда стоит минимум один фунт, то есть в 50 раз больше. Какие только оскорбления не посыпались на Миллибенда. Самые язвительные пользователи твиттера интересовались, не забрал ли он попрошайки сдачу со своих двух пенсов. Вспомнили его годовой доход 130 тысяч фунтов и озадачились, почему Миллибенда, вместо того, чтобы давать гроши женщине, не спросил, как она оказалась на улице с такой-то системой пособий по безработице. А вот лидер партии независимости Великобритании ЮКИП тоже с премьерскими амбициями, Найджел Фарадж, взорвал интернет в своем амплуа с такими фотографиями бабушек в стиле Нью. Фараджа давно считают клоуном английской политики, но его мать сумела поразить еще больше. 74-летняя женщина оказывается не прочь обнажить свои прелести. Барбара Стивенс, прикрываясь цветочками, листиками и даже хостехникой, не единожды позировала для местного календаря. Сына пожилой мисси Юль эти фотографии совершенно не смущают. Фарадж заявил, что все деньги от продажи календаря пошли на благотворительность. Обнаженное тело его матери принесло 42 тысячи фунтов института для женщин. Вот такие есть кандидаты в премьеры в Британии. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер. Информация постоянно обновляется на нашем сайте подробностью Юэй. Завтра итоги в этой студии подведут подробности недели. Я желаю вам хорошего вечера, доброй ночи и до встречи на Интере.